Авторитет не значит самый главный в группировке, потому что есть лидеры группировки или пахан. Сначала они в школе тебя принимали в пионеры, потом в группировке принимали в группировку. Очень любили вот это глотание бычка, а еще пускание колец. Здравствуйте, я Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана» и консультант одноименного сериала. Сейчас я прокомментирую несколько сцен из сериала «Слово пацана». Брат? Ну да, сотный по папе. Сейчас в Афгане, разведрота. Он приедет, тут такое будет. Он в авторах своего возраста был. Песню сочинял, что ли? Ну ты дебил. Автор – это значит авторитет. Мне кажется, в первой серии это как раз знакомство с миром казанского феномена. И Марат вводит просто Андрея, а Андрей… Эта сцена, мне кажется, показывает то, что Андрей как бы вообще неподготовленный он. Несмотря на то, что все казанские подростки понимали, как устроен мир группировок, лет с 11-12 знали, где чья территория, то тут показан какой-то мальчик из другого мира, который ходил в музыкалку. И вообще даже не знаю, что это такое слово «автор» или «авторитет». Хотя для мальчиков 89-го года это слово, в общем-то, было понятно каждому. Авторитет группировки, да. Кроме «авторитетов» Скрупа, младший возраст, в который Марат, собственно, приглашает Андрея, там дальше были супера, молодые, средние, старшие, старики. Ну, такая очень разветвленная иерархия была у казанских группировок. «Авторитет» не значит, что самое главное в группировке, потому что есть лидер группировки или пахан. И вот на момент этой сцены, понятное дело, что в сериале это Кощей. Я пришиваться пришел. Опа. А ты что, в комсомол вступать пришел? Зихеры за ним есть? Что еще можешь сказать про человека? Так-то нет. Не тебя, спрашиваю. Хотелось бы прокомментировать сцену с галстуком, да. Такая была, ну, рассказана одним из участников моей книги, который пришел тоже пришиваться на сборы. в группировке и забыл снять галстук. И он рассказал, что старшие товарищи, которые несколько лет назад мне его повязывали в школе во время приема в пионеры, оказались в такой же ситуации, когда он пришел пришиваться в группировке. То есть как бы синхрон, двойной синхрон. Сначала они в школе тебя принимали в пионеры, а потом в группировке принимали в группировку. Ну, и как-то все же время такое было еще советское. И находиться в символе пионерской организации, участвуя в криминальной группировке, это как-то даже внутри, какой-то внутренний моральный кодекс этих людей не позволял. Поэтому здесь такой на галстуке, на пионерском галстуке акцент. А что в нашу контору пришел? Да надоел быть чушпаном. Хочу с пацанами. Пацанов в школе сдавал когда-нибудь? Никогда. Не буду. С вафлёрами по мазками общался? С вафлёрами? Никогда. Точно? Абсолютно. На общак готов скидываться? Готов. А что раньше мотаться не начал? Да у меня-то музыкалка была. Насколько я помню, 10-11 каких-то разных вопросов. Наверное, все же от группировки к группировке они варьировались. Во время консультирования я, помню, пытался у своих героев вспомнить вопросы. Половина людей вообще просто не помнила. Какие-то 2-3 вопроса помнили. Просто события действительно в большом отдалении от нас. Ну, смотрите, так как я получаю много фидбэков, у меня есть группа «Казанский феномен», в которой, грубо говоря, герой моей книги со мной на связи. Там был другой момент. Если помните, в самом начале у Искандера, который находится в автобусе вместе с Андреем, деньги отнимает Марат, а потом на следующий день пришивается к другой группировке. И вот были вопросы к этому моменту. Потому что если ты отдал деньги, то как бы ты уже тюшпан, то ты уже позволил этой ситуации совершиться, и ты не имеешь морального права. Но это тоже такой вопрос, на самом деле, спорный. Потому что если бы ты на регулярной основе давал, чтобы был у тебя какой-то такой пацан, который каждую неделю тебя трясет, грубо говоря, ты на счетчике, в этом случае попасть в группировку было недопустимо. Но вот этот уличный шакал, ну, как, даже не могу подобрать слово шакаль, гоп-стоп, это называлось в других городах, в Казани это называлось шакалить, ну, отнимать деньги и вещи у каких-то других подростков. Вот такой единичный случай, он чаще всего не влиял. А теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Тут ходит тактаж, ходит тактаж жесткий, они однажды троллейбус перевернули. Короче, запалили Курчатовских на своей территории, догнали троллейбус, окружили, ну и перевернули. Курчатовские в тот день знатно отпотели. То ли 35-овские, то ли Газовские в центре города видят, как толпа Курчатовских садится в троллейбус. Каким-то образом опережают их, сообщают на ипподроме ходить тактаж жестким, что вот ваши враги находятся там. Те идут на перерез, и в районе Танкового кольца, казанцы знают, я думаю, где это находится, ловят и действительно переворачивают троллейбус. Хотя я слышал две версии, некоторые ходят тактаж жесткие, говорят, что в этом троллейбусе были участники группировки Первой горки. Ну, на самом деле, суть не меняется. Вообще, эта сцена нужна была для... Раз, показать масштаб группировок Казани. Два, показать, что эта история невыдуманная. То есть вот эти фотографии с ребятами с закрытыми черными глазами, она как бы говорит о некоторой документальности происходящего, что да, это действительно происходило. Мне кажется, очень сильная сцена. Группировок на тот момент по-разному сведению, по-разному. Вот, например, МВД ТССР считало, что их около 65. Но я сейчас говорю на вскидку. Комсомолы, ВЛКСМ, считало там их там, что около 75. Там были расхождения во мнениях. Подписчики группы «Казанский феномен», с которыми мы составляли список группировок, мы насчитали вообще 140 группировок. Дело в том, что они не существовали одновременно. Были там слияния, распадание группировок. И вот так все-таки среднее число группировок, я бы сказал, около 100. То есть давайте 40 мы их отмечем. Но их было несколько больше, чем считало МВД и ВЛКСМ на тот момент. Эта ситуация описана была в статье для «Казанского феномена». Ее написал Георгий Катовский, то есть наш картограф. Это парень, который собрал как раз карту группировок. И вот он как-то написал статью тоже огромную про БССР. Это банда советского района. Это союз группировок Казани советского района. И вот там была такая описана ситуация. Как раз кто-то из советского района снял вот эти штуки, с флагов наточил их и напали, кажется, на Адельку. Ну, в фильме об этом и говорится. Капец, революционеры. Квартала, телестудия, чайники. Они как-то на пробег с чайниками сбегали, но и прижилось. Тут взята одна из ключевых версий, что они пошли на набег с чайниками и кого-то избили чайниками. Ну, красиво. Давайте другие параллельные версии. Кажется, пишет как раз Максим Беляев и Шептицкий в «Бандитской Казани» о том, что на границах территории висели столбы, на которых висели чайники. Это, знаете, как в американских фильмах, там, где точка барыг, там висят какие-то кеды. Это похожая история. Одна из историй, что где-то в 60-70-х годах на территории группировки чайники вообще была чайная. И там вот собрались старые блатные, и поэтому она называлась чайная. Остальные версии уже даже и не помню. В этой сцене мы видим две надписи на стене. ТВС – это телестудия «Восстание союз». Это один из союз группировок, группировок московского района. И ПНР – это группировка, ну, менее известная, она между домовой и грязью находилась. Сейчас она, кажется, часть домовой в итоге, потом она стала. ПНР – это означает «поселок нашей Родины». Не «Польская народная республика», как многие могли бы подумать, а все-таки «поселок нашей Родины». Расстояние на озере слышал? Ну, что-то я сейчас слышал. Там дали угля, конечно. 250 рыл на 250 – таким же. Жилка против грязи несиности. Подлетели кентавры, целый полк конной милиции пригнали. Одно из самых легендарных событий – это ледовое побоище, так называемое. На самом деле, эти ледовые побоище на озере Лебяжьево случались много раз. И много раз там происходили эти битвы с большим количеством участников. Но разнятся цифры, разнятся года. Есть версия, что это 1984 год, есть версия, что 1987. Но тут взята в фильме, я так понимаю, история, после которой Хайдеру дали первый срок. Хайдер – это лидер группировки Жилка. Причем там драки-то, собственно, и не состоялось на тот момент. Там стояли, кажется, 200 человек с одной стороны, 200 с другой, и подначили друг друга. В это время на льду озера Лебяжьево на самом деле тусовались какое-то количество детей, взрослых. Ну, то есть, это были выходные, там, лыжи, санки и вот эти все зимние советские развлечения. И вот они стали свидетелем вот этой битвы. Что, пацаны, курите? Глотай, маратик. Ну, хотя, курение с группировкой было под запретом, очень любили вот это глотание бычка, а еще какое-то там, пускание колец какое-то было, просто такие развлечения около сигарет. Со спичками говорили какие-то постоянные штуки, фокусы там, зажигать спичечный коробок одной рукой. У меня получалось. Или, например, ты заходишь в подъезд, у которого, ну, знаете, вот эта синяя полоса внизу, сверху от штукатурена, и очень... А если бы осуществляешься на потолок, там он весь в приклеенных спичках. Тоже была такая забава. Потому что много времени мы, на самом деле, проводили в подъездах. Все зимнее время. На улице холодно, все заходят погреться, и все подъезды открыты, и ходишь, а там шум, гам, там бочный дым, иногда гитара, и куча-куча подростков. Сейчас полилитые итоги. С Куревым. Тебя, что ли? Нет, меня. Первые четверо! Ко мне! У нас в группировке было так же примерно, да, то есть где-то по четыре человека выходило во время наказания, и... Кому-то доставалось больше, кому-то меньше. То есть все от предпочтения старшего. Кто-то мог вообще избежать этого наказания. Кто-то ударил, и в этой сцене так дальше будет показано. Алкоголь нельзя, наркотики нельзя, чего нельзя. Нельзя ломиться, если ты встретил участников противоборствующей группировки, ломиться, значит, бежать. Ты должен стать в отмах. Стать в отмах, это, знаете, оказать физическое сопротивление, несмотря на количество людей. Нельзя опознать на сборы, пропускать их, нельзя. Нельзя. нельзя не ответить, если тебя оскорбили в лицо. Если сказали какое-то оскорбление, ты должен защитить честь свою, а таким образом честь группировки, ответив каким-то дракой на эти оскорбления. Хроническое что-нибудь есть? Лоскостопие? Ну, это, кстати, в 90-х годах тоже было. Если ты хроник какой-то, то есть были группировки, в которых не обязательно били по лицу, например, били по корпусу. Но если у тебя какая-нибудь язва или что-то, тебе, наоборот, лучше получить удар по лицу, потому что это безопаснее твоего здоровья. Если у тебя есть какая-то хроническая болезнь, ты мог предупредить старших, ну, не бейте им, там, аппетит тебе выразили недавно. Опять же, показан на этот момент. Прикинь, Тургу нас в Москву берет. Завтра едем. Зачем? Ты что, не был? Ты же Москва. Деньги есть у тебя навелин? Нет. Надо собирать, значит. Видно эту хреновину? Да, да, да. Есть? Как раз в самой дурацкой одежде Марат надел телогрейку. Хотя поголовно все ходили в телогрейках, это было модно, чтобы снять какую-нибудь дорогую куртку с москвича и вернуть ему что-то в замену. Потому что, если ты не возвращаешь взамен, то, естественно, паника и милиция будет вызвана поскорее. Шапка вот, посмотрите, на турбу какая. Ну, петушок. И на зиме тоже петушки. А вот 89-е это как раз расцвет моды на фернандельке или вальтовке, как их называли. Это чешские шапочки разные. Фирма Танак разных цветов. Ну, вот отличие в Казани было, например, в Челнах носили, ну, там были вариации с козырьками без козырьков, вот в Казани носили только с козырьками эти фернандельки. И мы увидим дальше, что во всех следующих сериях зима уже ходит в этой такой в синей фернандельке. Частные инициативы, естественно, старшие не собирали, не говорили, типа, езжайте в Москву. Жили нищие, нищие, хотелось одеться хорошо, хотелось какую-то свою агрессию показать в отношении москвичей, потому что москвичи живут в столице, москвичи богатые, москвичи куча классных шмоток. Ездите и поэтому снимать. Ну, в Казани просто не было такого количества людей. То есть с Казани уже все сняли со своих, поэтому ехали в Москву. Ну, то есть сейчас смешно, на самом деле, страшно, конечно. А вы студент? Да, а что? О, дяденька, а у меня дедушка студент. Только болеет сейчас. Не поможете? У меня нечем. Ну, хотя бы кроссовками. Босой совсем дедушка-то. Ты что, идиот? Я говорю, отвалите гиены. Стоять! Ты что, братишки-хамиши? Ну, типичный способ разводки. Младших пускаешь, младших пускаешь вперед, старшие подходят к концу и разбираются. это классический способ гоп-стопа в Советском Союзе известный в 30-х, в 50-х беспризорники так делали в Республике Шкиц. В общем, это классика. Тен, у меня кроссовки хотел забрать. Кроссовки? Ага. Да? Ну так снимай. Да, Nike Air Max. Придумаем. Повезло. Ребятам попали на какого-то супермажорика с моднейшими кроссовками. Видимо, родители либо дипломаты были, либо моряки. Просто такую вещь в Советском Союзе купить было невозможно. Чего? За рожку заплатить бы. За что? Три рубля легковушка. Так-то наша дорога. Ваша. Ну, пошли. Ну, классическая ситуация по поводу если тебя посылают на три буквы, если ты не ответишь и об этом узнают пацаны твои улицы, тебя отошьют. Он послал их на три буквы и, естественно, он должен получать какие-то физические санкции за это. Тем более, он лох какой-то. Он даже не участник группировки. Вы сейчас только творите! Кого он послал? Лишнего не надо. С трудом, конечно, представлять такую ситуацию в реальности, но для драмы и для чтобы нарисовать героя таким режиссер пошел на этот интересный ход. 6 рублей, проезд. Приезжай! Нужно, чтобы на твоей территории была такая дорога, чтобы по ней ездили дальнобоя. Я знаю, что на территории группировки Светлая московского района, Казани, были такие бригадки людей, которые занимались дальнобоем, потому что там была такая трасса. Горьковское шоссе как раз по ним проезжали. Смотри, будь в нашем кругу универсамовском, чужие не ходи, если со мной прадут. Может, и не пойду. А там кто? Это разъездовский. Дальше панели. Вот видите, да, круги и хореографию, как из фильма. А у вас в дворе Разбежкина, Герасимов 1986 года. Там тоже показан сверху этот круг. И они совершают эти движения. Многие подписчики говорят, ну, как тут называется группировки Московского района, и почему-то к ним приехали Хадид Акташ. Вот я знаю, например, что, я брал интервью ДКД для Клиги, но я рассказывал, что Хадид Акташ иногда доезжали до ДК Химиков, которые находятся в Московском районе, и приезжали к Дому обыску, например, на дискотеке. Ну, пара-тройка раз тоже приезжали. Почему нет? Хотя это, скажем так, ситуация из неординарных. Потому что все же ходили парни, там, где группировались, там танцевали. Это была, скорее, такая вылазка какого-то исследовательского характера. Круг это как бы символ группировки, и если ты нарушаешь его, кто-то не позволял проходить мимо, ну, точнее, заходить позволялось, а уже выйти-то вряд ли мог. Ну, и чаще всего круги стояли рядом, в тех местах, где люди все прикасались спинами, ставили там самых крепких, и вот оттуда локтями друг друга задевая, и после этого начинались драки. Потому что, ну, пацаны, в основном, конечно, ходили не потанцевать, а подраться. наша сила, сила духа и сила воли. Стоит грустная подвенщица одна, да. Есть свидетельства, что на той же дискотеке Докасимников Сафином Даниэм Медхатт, наверное, сказал, что несколько группировок, а я стою одна, и у нее был там ухажер, который тоже был милиционером, и он иногда после смены приходил к ней помогать. Их два было человека и толпа подростков. В случае возникновения какой-то драки, что бы могли сделать эти двое человек? Эй! Че вытаращились? Ты че, бессмертный, что ли? Разъезд! Чушь, панель! Разъезд, это самое действительно, сейчас я видел много роликов, когда пытаются выяснить, кто был прототипом универсамовских, разъездовских, домбытовских. Разъезд, это реально существовавшая группировка, микрогруппировка московского района в районе улицы Разъезд-Восстание. К моменту 89-го года, к показанному в фильме, ее, кажется, уже не существовало. Но мир сериала «Слово пацана», как мы видим, наполнен реально существующими группировками и некоторыми выдуманными. Это как раз направлено, мне кажется, против героизации какой-то реально существующей группировки. то есть не было группировки универсам. А если бы была показана какая-то настоящая группировка, то это можно было подумать, что как будто бы авторы и создатели героизируют эту группировку. это роскошная сцена, конечно. То есть, когда в сериале много драк, и когда их большое количество, может показаться, что какое-то сплошное месилово. В этой драке есть какая-то драматургия. То есть, человек, который выманивает их, заводит за гаражи и там дальше их встречают и окружают. Вот смотрите, прибегают разъездовские, их закидывают камнями с обоих сторон участники группировки универсам, и сзади еще подходит толпа людей, которые их просто окружают в кольцо. Мне кажется, это одна из самых интересных визуально и драматических драк сериалов. И тут вы такие надо было у всех запинать. Чего мы их не запинали? Заяролаш у всех надо было. Пацаны ногами не бьют. Пока на войне вов был, тут нога поменялась. Да, как хотят, так и бьют. С девушкой идешь, с мамой, вообще без разницы. Но это не пацаны, значит, твари. Это очень точно, да, так и было, что старшее поколение часто говорило, что в начале 80-х ногами противника не пинали. Это было как бы против правил. Но, как мы все знаем, что в конце 80-х и ногами пинали, и монтажкой забивали, и кирпичами закидывали. Правила поменялись, когда количество группировок стало настолько большим, и настолько важно было победить, что некоторые вот эти вопросы чести уходили на второй план. Главное было победить. Сила важнее. Общемолодежные правила Советского Союза, правила чести с девушкой не трогаем нам. В 90-х это все поменялось, потому что пришли какие-то время дележа пирога, экономических ресурсов. В 80-х вот эти правила чести как-то держались. Достаточно сильно, я бы даже сказал. Этот тычок, который дает ему Турбол, он очень-очень типичный. Он как бы его уже сразу унижает. Он же сам заорал-то. Пацаны, мы здесь. А я в автобусе уже дверь держу. Жесткая сцена, когда ее снимали, меня триггерило немного. Ну, то есть, выход из группировки всегда был с физическими станциями, и это здесь показано. В любом случае, провинился, ты не провинился, но если ты решил покинуть пацанов, то тебя били. Адидас, ты же нормальный. для тебя, Владимир Кириллович, чушпан. Последствия какие-то, ну, что ты, ты не пацан. Но вот если гасили или там какая-то такая, унижали, помимо избиения, то тогда с тобой никто на районе не должен был здороваться, ты как бы изгонялся, ты становился как прокаженный, как кто-то из нижней касты, если сравнить это с Индией. Я здесь вырос, я здесь отца своего похоронил, именно здесь с Волги начнется очищение воровского мира. Внимательные читатели моего паблика заметили, что эта фраза именно здесь с Волги пойдет очищение воровского мира, это цитата казанского вора Фарид Резаного. Есть видео в интернете, можно это нагуглить. Хочется сказать на камеру, я не поклонник никакого АУЕ, тем более таксистической организации запрещенной Российской Федерации. Говорил человек ярко, такой был оратор от Бога, что называется. Кощей, мне кажется, очень хорошо принял его эти риторические навыки. Потому что сила Вова она в людях! Друг Кощей, один из старших, это тренер по боксу режиссера и, как же, Ваня Янковского. То есть, это человек, у него хоть роль и без текста, но он удивительно точно, наверное, точнее всех остальных изображал вот эту... Он ходит вот в пингвине походка это называлось во времена Казанского феномена. То есть, вот так вот это в Переваловскую ходить. Просто так современного актера не научишь, а у него это было гармонично абсолютно. Я когда видел, думаю, блин, как будто бы прямо на машине времени попал. Говорит, а я так хожу, говорит. Себе погудите. А чего такая детская? Давай садись. Вот, каэс, закуска есть. Поедем на кордон. Садись, дуречка. Хорошо будет. Я с универсам не скидаю. О, как! И с кем ходишь? С Федедасом младшим. Не знаю такого. А тебя знаю. Ты тут живешь. Сколько лет? Не ваше дело. Ну, я подожду, подожду. Будет мне 16. Да, обычно это, 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 знаете, как заклинание случилось. Если ты встречаешь с пацаном, тебя никто не имеет права обижать. Но, как мы понимаем, колик, он немножечко по беспределу действует. То есть, его вот это внутреннее влечение, оно сильнее моральных качеств. Бывали случаи, когда вот такие вещи нарушались, и там с тем, кто это нарушал, поступали достаточно жестоко. Айгуль. Слышь, ты что наделал? По поводу этой сцены у меня в группе возникли дискуссии. Кто-то сразу стал на сторону желтого, что он поступил правильно, по правилам чести, что, ну, это беспредел. Действительно, изнасиловая маленькую девочку. Ну, в общем, ни у кого в голове не покажется это нормальным. Другие говорили, что беспредел то беспредел, но на казанских улицах, там, чтобы за девчонку вот так вступали, все и отшивали кого-то, ну, это, это было бы как бы вряд ли. Ну, понимаете, от группировки к группировке вот эти правила менялись, и тут все еще зависело от личности человека, от его воспитания, как его, что ему вложили родители. И тут мы потом увидим в следующей серии у желтого как бы нормальная, хорошая мама, которая рассказывает в следующей серии на хадидат, что он не позволял маме, чтобы сумки не несла женщина, то есть он как бы за женщиной. Желтый тут выступает тоже как такой человек. Несмотря на то, что он поступил нехорошо с ВОО, в отношении женщин он порядочный. Да она сама согласилась, пацаны! Вот эти звуки ударов со звуком секса и с порнографией, мне кажется, это гениальная идея. Андрей Николаевич, спасибо вам за эту сцену. Знаете, может, девчонка наша спрыгнула, убили, считай. Эти уроды убили с дом быта. Вот ты говоришь, наша девчонка, да? А наши девчонки чужим пацанам не дают. Она не давала. Да ладно. Участники казанских группировок очень много дискуссировали по поводу вот этих сцен отшивания Марата и тому, что Марат присоединился к колсомольцам и окодушам, потому что им не нравилось. То есть люди вылетелись в героя и вдруг он поступает так, как не хотелось бы, как не пацан он поступает. С другой стороны, тут группировка тоже неоднозначна. Как бы он пришел за защитой, а тут ребята его отвергают. И вот это сложная моральная дилемма. То есть, возможно, вот в этих событиях и самая главная моральная дилемма из всего сериала из всей задумки режиссерской. Надо прояснить. Вот ее там перли. А ты на следующий день что, с одного стакана с ней пил? Какого стакана? Не знаю. В губ целовал? Сигарету одну курил? Ну скажи пацанам. Я тебе сейчас популярно объясню, как в телепередаче. Если человек хрен сосал, он кто? В этой сцене очень точно показывается, что считалось непременным в группировке. И вот такие понятия чести, они как бы, если кто-то пил из стакана с такими девушками, он тоже становился как бы, ну как у прокаженных в Индии. То есть, если ты соприкасался или там в местах лишения свободы с людьми, которые находятся вне каст приемлемых, если ты продолжаешь с ними общение или даже физическое соприкосновение, то ты становишься сам частью их. В 90-х уже это слово тюшпан, оно ушло на второй план, уже говорили Черчилл, Офель и так далее. Тюшпан иногда была вариация, а тюшпан такое слово из 80-х, но все равно, мне кажется, каждый казанец это слово хоть раз дослышал и знает. А теперь знает и вся Россия и даже не только Россия. да, в Ульяновске эта история очень схожа с казанским феноменом продолжается, говорят, до сих пор. В Казани группировки где-то есть на окраинах, их меньше. Такого, как показано в сериале «Слово пацанов», больше нет. Это уже как бы уходящая натура. И то, что эта уходящая натура была задокументирована, хоть в художественном виде, наверное, это важно, чтобы потомки знали. Потому что, например, взятие Зимнего дворца никто не снял во время революции 1917 года. Но те кинематографические вещи, когда вот это свидетельство, знаете, во всех хрониках используют художественный фильм, на самом деле, что люди лезут на ворота, а в роры стреляют. Но это не по-настоящему, потому что не было тогда кинохроники. Во время событий Казанского феномена кинохроники были, это очень классные фильмы. Я думаю, на самом деле, погуглив, вы их все найдете. Ну, тут такая художественная документация, наверное, лучше всего получилась у режиссера Жора Крыжовникова. Крыжовникова. Продолжение следует... Продолжение следует...